Мое почтение, господа, наверняка игроки, которые предпочитают в Варкрафте нежить в курсе, то у данной фракции не сильно большой выбор стратегий, и рано или поздно хочется чего-то нового, свеженького, или не особо свеженького, но разнообразного. Речь идет о взятии первым героем, повелителя склепа и его жуками. Эта стратегия меня полюбилась еще со времен Фрозентрона, так давайте же посмотрим, что нам предлагает повелитель нежити, пауков, инсектоидов, жуков и тому подобных приятных зверушек. Чтобы к тому моменту, как появится герой, у нас начали появляться трупы для поднятия жуков и тех же скелетов, чтобы максимально быстро закипить более-менее сложные лагеря нейтральных крипов и получить третью леву, так как жуки при достижении повелителем склепа третьего уровня обладают повышенным уроном и лучшей выживаемостью, что позволяет нам эффективно сражаться с противником. Это является первоначальной целью первых минут игры. И как обычно бывает в матче, нежить против порков, приходит блейдмастер, начинает мешать крипиться или заходит на базу и начинает нарезать наших малочисленных любимых послушников. Мы же стараемся крипиться, отгонять его от своих нейтральных крипов, чтобы он их не забрал, пользуемся просветкой. Если он устраивает подрывную деятельность у нас на руднике, атакуем его вурдалаками, делаем башню неруба, отводим рабочих. В общем мешаем ему, но в это время продолжаем крипить нейтральных юнитов, получая так необходимый нам опыт для достижения третьего уровня повелителя могилы. По возможности выбираем как можно лучшие точки крипинга, пока наш противник занимается харассом нашей базы. Если у нас будет преимущество по левелу, это будет огромным плюсом. Если противник пытается навязать вам прямой бой, нужно от этого стараться уходить, пока мы не достигнем третьего уровня. И только после этого пытаться проявлять какую-то активность по отношению к врагу. Соответственно в процессе крипинга мы стараемся как можно быстрее получить Т2, для того чтобы у нас появился рыцарь смерти, который не дает умирать нашему повелителю могил. С появлением у нас рыцарь смерти, новой целью для фокусировки урона скорее всего станет он. Поэтому очень тщательно следим за ним и стараемся сразу его отводить, как он попадает под фокус вражеских юнитов и героев. От него зависит практически весь успех в дальнейшем. Потому что следующей целью станет наш повелитель могил, который никак не сможет восстановить здоровье. И соответственно выполняет свою роль в виде поднятия жуков, которые сметают и сгрызают все на своем пути, принося тем самым нам победу. В дополнение ко всему вышесказанному, я бы посоветовал также прокачивать защиту и атаку вашей армии, чтобы в меньшинстве выходить победителем. Хоть на первый взгляд это кажется мизерным приростом урона и защиты, но в совокупности это дает неплохой результат. Также не стоит жалеть денег на покупку расходников, таких как зелья маны, жизни, разнообразных свитков и тому подобных артефактов. Время уходит истина так. Сейчас вы видите, как неправильная расстановка приоритета на убийство юнитов приводит Орка к не очень хорошим последствиям для него. Как он жаждет убить рыцаря смерти, но не может его догнать и поймать, или окружить. Хотя он мог легко это сделать с помощью волчьих всадников, просто кину в сетку и окружит героя, которого не было ни филипорта, ни банки здоровья, ни изделия уязвимости. И возможно, если бы он поступил именно так, наше противостояние длилось бы немного дольше. Но Орк не сдается, его глаза залиты яростью, он пытается, он бежит за рыцарем смерти, пытаясь нанести ему последний удар. Чтобы смерть товарищей не была напрасной, чтобы забрать с собой хоть кого-то. Но все против него. Статуи лечат рыцаря смерти на последнем издыхании. Башни Наруба замедляют Бэдмастера, и он никак не может его догнать. А Калит из рудника срываются, чтобы закрыть проход убегающему рыцарю смерти. И тут Бэдмастер понимает, что все, пора убегать. Но у него не получается, его настигает лик смерти прямо в спину. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. С вами был Инсекторат. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok